Про перцы острые. Вот такой маленький перец, желтый, похожий на вишенку. Он настолько острый, что может вызвать кратковременный приступ глухоты. Но это хорошо, потому что вы не слышите собственных криков. Здравствуйте, меня зовут Роман Гершуни. И сегодня я буду готовить блюдо, которое называется Матбуха. Матбуха пришла к нам из Северной Африки. И мои скутные познания в арабском языке помогают сделать вывод, что в переводе на русский Матбуха это варива. И наше варива сегодняшнее состоит из лука, острого перца, сладкого перца, помидоров и моря специй. У этого блюда есть такая сложная судьба у него, его нужно готовить очень долго. Режу полукольца и лук. И отправляем на сковородку. Мату можно не жалеть. И вот еще одна небольшая титрость. Я добавлю сюда сладкий перец, паприку. Дело в том, что если вы хотите в любое блюдо добавить паприку, но не хотите, чтобы потом она оставалась на стенках подсунной или что-то плавало сверху, ее нужно в самом начале пожарить. Что я и сделаю. Прямо вместе с луком и добавляю сладкий красный перец. Сладкий красный перец. Жарим. Пахнет. Обалденно. Острый перец. Зеленый острый перец. Красный перец. Сладкий перец. Видите, тут очень много перцев. Северная Африка. Горячие аркадские панды делают свой томатный соус. Или вариван. Соломкой, а можно еще даже пополам, вот так, пару раз. Подбуха служит как холодной закуской, как горячей закуской, так она может быть и соусом, и базой для сухов, салатов и различных блюд. Например, при ее помощи можно приготовить такой замечательный завтрак, который называется шакшука. Сейчас, когда уже много овощей, когда у нас все тушится, можно добавить чеснок. Я не люблю добавлять его в начале, потому что тогда большой шанс, что он сгорит в самом начале. Чеснок добавляем, когда уже там, ну, делать кончик происходит в сковороде. Я думаю, можно говорить о том, что мы с тушим, а не жарим. Теперь, когда овощи обжарены, когда они уже так вкусили свой сок, мы можем добавить немножко томатной пасты, совсем самую малость. Одну ложечку. И, конечно же, самих томатов. Самые простые помидорки можно брать. В частности, вот эти пальчики называются, вот эти помидоры называются сливовидные или там, может быть, тамскими пальчиками их можно назвать. Ну, с натяжкой, конечно. Такая дама должна быть. Крупная, да. Так, есть такие настоящие бумаги, которые помидоры чистят. Ну, давайте в шкурку. Но мы не из них. Мы отправим их прямо. Чего мать родилась? Самые помидоры на сковороду. Поехали. И осталось посолить. Покорчить немножко. И добавить комун. Или еще, как это называют в России, узбекским словом, зира. Комуну можно не жалеть. И теперь мы оставляем на куку на плите на ближайшие 6, как минимум, часов. Делаем слабый огонь. Накрываем крышечкой. Иногда подходим, помешиваем. А еще, если она сильно очень выкипела, можно добавить немножко воды. Но не переборщить. Это не должен быть суп, это будет густой соус. Засекаем мы можем ее использовать сразу, пусть только она готова. А можем ее, допустим, поставить в холодильник и использовать на следующий день и даже через день, даже через два дня. Она как борщ, скажем, у нее все вкуснее. Но вообще это соусом называется? Это, смотря где. Это, конечно же, соус. Но в Израиле, ты понимаешь, что в Израиле соус, границы между соусом и салатом, они размыты. Вот хино это что, соус или салат? Хумус это что, соус? Салат блюдо. Прошло несколько часов. Сковорода призывно учит. Вот что у нас с вами получилось. Видите, все овощи объединились в желании доставить нам совершенно нереальное кулинарное наслаждение. Вот, блюдо готово. Можно попробовать немножко на соль. Я чувствую, что все в порядке. В таком состоянии ее можно сразу же есть. Можно оставить в холодильнике, на следующий день. А можно готовить с ней, как я уже говорил, другие блюда. Используйте в качестве соуса. Макбух или варево по-маракански. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова